ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий сотрудникам полиции проникать в автомобиль без веда моего хозяина или вопреки желанию хозяина. Например, такая ситуация. Пьяный водитель закрылся в машине, выходить отказывается разбивать стекло, ломать дверь. Если сотрудники ГИБДД шли на это, то на свой страх и риск. Теперь же им официально будет позволено выкуривать нарушителя из авто любыми способами. По новым правилам, если на вскрытии транспортного средства его владелец не присутствовал, его надо поставить в известность в течение суток и все это время обеспечивать сохранность авто. Эксперты предложили увеличить штраф для водителей за движение по обочине существующего взыскания в полторы тысячи рублей, по их мнению, недостаточно. Надо увеличить ставку как минимум до пяти тысяч. Тогда это будет сопоставимо с санкциями за выезд на встречную полосу. Плюс для обочечников необходимо обеспечить неотвратимость наказания. Это помогут сделать установленные повсеместно камеры наблюдения. Трасса 101 Около половины россиян, которые планировали приобрести автомобиль в 2021 году, отложили покупку до лучших времен. Основная причина – бешеный рост цен на авто. Такую особенность в ходе опроса выявили специалисты компании «Авито». Многим из тех, кому все-таки удалось обзавестись новыми колесами, пришлось ужаться. Они довольствовались более дешевой маркой или моделью. Кто-то стал владельцем «Лады», а не иномарки, а кто-то сделал выбор в пользу авто с пробегом. Трасса 101 Интересное автодело рассмотрел Верховный суд. Он отменил решение ниже стоящих судов о том, что жительница Новосибирска должна заплатить частному охранному предприятию 740 тысяч рублей. Востолько была оценена принадлежавшая женщине Тойота Королла. Ее угнали с платной стоянки, которую охранял ЧОП. Фирма возместила гражданке ущерб, но спустя два года машину нашли и вернули законные владелицы. Охранники решили, что это не основательное обогащение и подали иск в суд, который встал на их сторону. Однако высшая судебная инстанция постановила и компенсацию, и автомобиль россиянка получила в рамках закона. Трасса 101 Профессия водителя оказалась самой востребованной в нашей стране в уходящем году. Это выяснил сервис Headhunter. На второй и третьей строчках оказались менеджеры по продажам и продавцы. Что касается размера зарплаты, которую обещают шоферам, то все начинается от 10 тысяч рублей в месяц. Потолок зафиксирован на уровне четверти миллиона рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова. До свидания. Сто один.